всем привет на связи борис искалов сайт visa.ru и сегодня я вам расскажу об экскурсии в санта доминго однодневная экскурсия ее предлагают различные компании там ваш туроператор доминикана про республика про выбирайте по цене кто вам нравится по отзывам я поехал с дых компаний доминикана провод смотрите курсы начинается где-то 6 30 7 утра от punta can если вы едете вот на таком большом автобусе до санта доминго 200 километров где-то ехать два с лишним часа сначала собрали по отелям мы были самые первые на прихи сухо то есть в 6 30 кто попозже всем ищет первая остановочка будет вместе местечки ла романа как раз через час вот в таком кафе может быть попить кофе что-то перекусить если не успели там на завтрак в отель как мы сейчас мы здесь что-то как раз поедим ну конечно же основной все сниму из самого города из санта доминго из других интересных мест так как это будет гораздо интереснее оттуда рассказ чем из обычного кафе первая остановка пещеры три глаза трасс рохес конечно потрясающий фантастика запишу вам все подробнее уже видео а тут всего четыре озера к одному из них нужно ехать вот на таком понтонном кораблике это так называемые синоды кто был в мексике в принципе понимает о чем я говорю подземные озера и реки в пещере вот на таком корабле можно еще четвертом озеро чуть-чуть бледнее красиво конечно красота потрясающая это конечно просто фантастика как будто здесь снимаются какие-то фантастические фильмы в этих пещерах потрясающие виды я вам советую если вы едете на экскурсию не пожалеете сюда первых один доллар заплатить во вторых идите самым первым к этому озеру чтобы полюбоваться такой красотой в реке плавают огромные рыбы вода конечно изумительно прозрачная и чистая еще одно красивое озеро это самое первое это будет спускаться вода очень токлая не купаться здесь не разрешает вообще никто не купается но очень красиво маяк кристофора колумба расположен недалеко от города это памятник открыт перво открывателя в латинской америке кристофору колумбу памятник был открыт в 1992 году в принципе здесь остановка где-то на 15-20 минут это место для фотографии оно расположено на крайне санто-доминго и отсюда открывается вид на новую часть города вот это вот окна здесь есть название всех латиноамериканских стран стран центральной америки карибского бассейна они написаны на территории всей пирамиды а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно проехать на местном фуникулере Цена где-то 20 пес однократного билета Этот фуникулер провезет нас над самыми фавелами Которые здесь есть так же, как и в Бразилии С самыми бедными районами города По этому билету будет и вход, и выход Так что терять его не надо 35 песо стоит И 70 центов Вот такой вот кабинки Телеферика Их всего 5 остановок Но мы проедем сегодня одну Вот на экскурсии едут Вот сейчас забыл, 4 или 5 Сейчас посмотрим на трущобы, на фавелы Они есть в Доминикане Так же, как и в других странах Латинской Америки То есть места, где живут Одни из самых бедных жителей Кто был в Бразилии, меня поймет Уже Готовы Продолжение следует... ...проходить над рекой. Обратите внимание, перед рекой детки купаются в небольшом пруду. На карте застройки в государственном кадастре. Это практически в основе везде самострой. Особенно, что касается зданий, которые находятся на пригорке, а также вторых и третьих этажей. Застраивают, ни у кого не спрашивают. Правительству города, а также государству приходится считаться с этими людьми, потому что они тоже избиратели. И если что, могут поднять большие скалы. Проезжаем мимо свалки, туда завозят всякий мусор. И потом некоторые люди только тем и зарабатывают, что они этот мусор разделяют на разные фракции, на разные типы мусора. И сдают их куда пластик, куда металл. Смотрите, в одной кабинке можно 10 человек из-за пандемии, можно 6. Это, кстати, самый безопасный способ посмотреть на фавелы. Просто проедите все 4 станции метро и можете назад проехать. То есть, так же как в Москве, вы зашли и можете спокойно ехать сколько хотите и кататься. Буквально за 35 пес за 50 центов. Доброе утро, товарищи! Трама, директор пандемии, т.к. Буквально за 5 кг. Субтитры, яиц, нюх. Трама, дебильные, лис, лису, лису, и кладезь, лису и лису. Трама, над блин. Трама в 6 кг. Открыл в 5-1000 центов. Трама в 6-7-8-миллях. Трама в 6-8-миллях. Трама в 100-8-миллях. Трама в 3-1000 центов. Вот мы сейчас проезжали Я снимал самые бедные районы Ну не знаю, кто был в Индии В других каких-то странах Обычный, ну скажем так, индийский Какой-то район бедной страны третьего мира В нем спокойно можно гулять Что подтверждает и местный Кто здесь живет ночью, конечно, лучше там не ходить Так интересный контраст Страна контрастов После прогулки в фавалах Подъезжаем к старой части города Где будет обед и прогулка по старой части Мы с вами поднимаемся здесь по лестнице Пожалуйста, в плод ноги внимательно Смотрим, как ступень Ну что ж, мы с вами вышли к площади Которая называется площадь Испания Это площадь Испания Площадь Испания Самый центр старого города Санто-Доминго Вообще красиво, но Только жарко, если вы сюда попадете днем Отсюда через больницу вы будете видеть Доминикана Это бывшая колония Испании То есть Христофор Колумбию открыл И здесь очень много зданий В старом европейском стиле Вот это резиденция Испанских королей Вот я сейчас нахожусь в пантеоне Отечества Здесь он находится в старом кафедральном соборе Также сохранятся многие церковные росписи и фрески Также здесь вы можете увидеть огромное количество Национальных флагов Доминиканы По всем стенам, местам Испания Санкт-Петербург Площадь Памятник Коломбович, поэтому это собор, самый главный собор гаментами, он ресторан. Воскресенье, сейчас воскресенье, здесь различные представления происходят, музыканты уличные играют, такой центр жизни и отдыха доминиканцев в том числе. Это и центр города, не только центр старого колониального Санта-Доминска. На главную площадь, на самой центральной площади постоянно идут сейчас воскресенье, концерты, музыка вот за мной, люди гуляют, отдыхают. И прямо от этой улицы идут улицы туристические, заход в магазинщиках, отбирать можно. Здесь много различных картинок, сувениров. Мне просто приятно появляется, даже если вы ничего не хотите. Вообще просто на улице очень яркие краски, картины, колорит доминиканы, радость, солнце, веселье. Смотрите, это я говорю вам, экскурсию с Пунта-Каной, допустим, с Пунта-Каной в Санта-Доминго ехать 200 километров. Если вы в Бока-Чико, я, кстати, хотел жить сначала в Бока-Чико, тут буквально 30 километров можно доехать и на местном транспорте, и на такси. И, ну, если у вас есть желание, я бы доехал именно на такси, спокойно погулял по центральному городу, без столб народу, сидел на площади Колумба, в местных кафешечках, магазинчиках, на площадях, на старых исторических, где стоят памятники. Тоже стоят вкусные кафе, можно попить вина. Так что, если вы в Бока-Чико, а не с Пунта-Каной, можете доехать самостоятельно. Ну, и с Пунта-Каной можно арендовать машину и доехать также. Аренда машин, ну, тут как договорить. Есть местное агентство, есть европейские, есть от отеля. У местных, например, от 40-50 долларов в сутки, но там, естественно, испанский язык, нет там страховок. У европейских все подороже, в отеле тоже подороже, может, 70-80 в сутки будет. Так за 40 можно, минималка. На экскурсии входит, так же, если вы видите, на экскурсии входит обед бесплатный. Ну, простенький, такое мясо, рис, овощи, сок, кофе. Всякие кафышки, ресторанчики, мир. До конца проспекта Анна-Колона мы не поедем, а свернем на проспект Италии. Уже говорили о том, что в Сан-Доминго есть много проспектов. Продолжение следует... вот уже поздно вечером вчера просто приехала 8 часов вечера где-то полупозда поэтому запишу сейчас кратенький итог и отзыв по экскурсии в санто-доминго экскурсию очень понравилась классная пещера трасс-рок с город санто-доминго спасибо виктору кати то есть рассказали очень много интересного вообще вам рекомендую ездить на экскурсию сейчас я ездил с копай доминикана про до этого был на других экскурсиях с республика про 305 фламинго и мы с этими компании цены меньше качество точно не хуже чем у экскурсии которые предлагают туроператоры просто что делать гораздо больше на оценку часто качество лучше потому что вам будут рассказывать люди которые живут здесь стране вот виктор в 18 лет например преподавал университете поэтому вы узнаете гораздо больше информации вам покажут гораздо более интересных мест вот мне очень просто про фишка на общественном транспорте от не люблю очень экскурсии дать сам не люблю экскурсии нравится сесть на транспорт как местного понравилось что на общественном транспорте купили билет на стиле фельки пролетели привет над фавелами над трущобами допустим они только историческая часть тут расположен тот расположен это это мне очень понравилось но все все пока с вами был борис искалов сайт виза.ру с рассказом об экскурсии в санто доминго и до встречи следующих видео если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайся наш канал пока пока